Эрлин Холланд уже давно затмил многих известных футболистов и величайших игроков, став одним из самых быстрых игроков, забивших 100 голов за карьеру. Для нас, болельщиков, создается впечатление, что все легко, но на самом деле забивать голы – самая сложная работа в игре. Поэтому лучшие центральные нападающие зачастую получают такие возмутительные суммы за трансферы и огромные гонорары за свою игру. После подвигов норвежского викинга наш канал рассмотрел топ-10 самых быстрых игроков, которые забили 100 голов за один клуб в 21 веке. Уважаемые зрители, не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Для нашего канала важен каждый просмотр и ваша реакция в комментариях. Десятое место. Кристиан Вьере. В 97 году Вьере был на вершине мира в Ювентусе. Он блистал за старую сеньору, выигравший титул серии А и вышел в финал Лиги Чемпионов. В среднем забивал по голу за игру в своем единственном сезоне в Испании. После этого быстро вернулся в Италию, где играл за Лацио. С 92 по 99 год итальянец постоянно менял клубы, прежде чем окончательно обосноваться в Милане. За 6 лет на Сан-Сиро Бобо выиграл только один кубок Италии. В 190 матчах за Интер и Милан он забил 123 гола. Девятое место. Килиан Бопе. Француз ворвался на сцену мирового футбола еще подростком, когда вместе с Монако невероятно быстро дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, а также выиграл Лигу 1 в сезоне 16-17. Неожиданности не стало, когда ПСЖ сначала взял в арендум Бопе на один сезон, а потом парижане заплатили Монегаскам 180 миллионов евро за Килиана, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом Европы. Ему так и не удалось привести ПСЖ к европейской славе, несмотря на множество трофеев во внутреннем чемпионате и финал Лиги Чемпионов в 2015 году, где парижане проиграли Мюнхенской Баварии. Он покинул ПСЖ со скандалами, одев, наконец, легендарную белую форму мадридского Реала. За ПСЖ Килиан Бопе сыграл 178 матчей и забил 162 гола. Восьмое место. Роберт Ливандовский. Ливандовский уже зарекомендовал себя как один из лучших девяток Европы, сыграв ключевую роль в двух подряд титулах Бундеслиги с Боруссией Дортмунд, а также забив 4 незабываемых гола в одной игре против Реала в полуфинале Лиги Чемпионов 2013 года. Было неудивительно, когда поляк перешел в Мюнхенскую Баварию Пеппа Гвардиолы и продолжил забивать. Он не смог превзойти невероятный рекорд Герда Мюллера в 365 голов Бундеслиги, но приблизился к нему, забив 312 голов, и побил его рекорд по количеству голов за один сезон, забив 41 мяч в сезоне 20-21. Седьмое место. Эдинсон Кавани. Если вспомнить матч 26 тура чемпионата Франции, где ПСЖ играл против Бордо, Кавани тогда стал первым игроком в истории ПСЖ, забивший 200 голов за клуб. Уругвайец отличился на 25-й минуте и стал единственным футболистом в истории клуба, кто достиг такого показателя. Чтобы покорить отметку в 200 забитых голов, 33-летнему нападающему понадобилось 298 матчей. При этом 138 голов Кавани забил в чемпионате Франции, 30 в Лиге Чемпионов, 32 в Кубке Франции и Кубке Французской Лиги. Пятое место. Рут Ван Нистелярой. Сэру Алексу Фергюсону пришлось набраться терпения, чтобы голландский нападающий в конце концов появился на Олд Траффорд и стал на многие сезоны основным бомбардиром красных дьяволов. Он был безжалостным бомбардиром. Он жил ради того, чтобы забивать голы. Когда Рут не забивал, он мог не разговаривать всю дорогу домой, потому что был слишком поглощен анализом игры. Не только в Юнайтед, но и в Лиге, и в мире. Важным качеством Ван Нистеляройа было умение забивать в больших матчах. Рут входил в число лучших бомбардиров Лиги Чемпионов, забивший 56 голов. Лучшим сезоном в карьере голландца стал сезон 2002-2003. Тогда Ван Нистелярой забил 44 гола в 52 матчах. 4 место. Криштиано Роналдо. Пятикратный обладатель золотого мяча, выигравший Лигу Чемпионов 4 раза за последних 5 лет в Реале и является лучшим бомбардиром турнира за всю историю, стал не нужен в 2018 году. За 100 миллионов евро Ювентус покупает португальца у Мадрида. Это было самое дорогое приобретение в истории серии А. Также и крупнейшая сделка за все время существования чемпионата Италии. В Ювентусе Криштиано забил 100 мячей. В течение первых трех сезонов это был самый быстрый результат в истории Ювы. Например, Роберто Баджо и Омаро Сивари достигли этой отметки на четвертый сезон в клубе. Мишелю Платини для этого понадобилось 5 сезонов. 4 место. Златан Ибрагимович. На момент подписания контракта с новоиспеченным Парис Инжерменом в 2012 году Ибрагимович уже выиграл 4 титула серии А с тремя разными клубами. 2 титула R-дивизии с Аяксом и титул Ла Лиги с Барселоной. Он не только выиграл титулы в каждом из 4 сезонов в Франции, но и забивал не менее 30 голов в каждом матче. В своем последнем сезоне Златан был неудержим. Шведский Лев делал хит-трики, забивал фантастические мячи в Лиге Чемпионов. В 51 матче забил 50 голов и справедливо выполнил свои обязанности перед ПСЖ, ставший одним из лучших галеодоров парижского клуба. 3 место. Луис Суарес. Болельщики многих клубов английской премьер-лиги до сих пор видят в кошмарах Суареса в его лучшей форме в Ливерпуле. Но они смогли вздохнуть с облегчением, когда Уругвайц покинул клуб и стал рекордным приобретением Барселоны летом 2014 года. Помните чемпионат мира 2014 года, где Суарес укусил Кьеллини? Фифа наложил на него 4-месячную дисквалификацию. После отбытия Суарес вернулся на Камп Ноу и вписал себя в историю вместе с Неймаром и Месси. Забил 25 голов в 39 матчах, благодаря чему Барселона выиграла Требл в сезоне 14-15 и с тех пор не сбавлял обороты. Забил 59 голов в следующем году, а за 6 лет выступления в Барселоне Луис наколотил 198 голов. 2 место. Криштиано Роналдо Проект Флорентино Переса в составе Галактикос начался с рекордного в мире подписания контракта с португальцем Криштиано Роналдо в 2009 году, который три раза выиграл с Манчестер Юнайтед Премьер Лигу. Португальской легенде пришлось набраться терпения ради завоевания трофеев. В первом сезоне он ничего не выиграл, а во втором завоевал только Кубок Испании. Для него не стали проблемы с забитыми голами. При Мануэле Пелегрини он забил 33 гола в 35 матчах, что стало его худшим результатом за 9 лет. После этого Криш забивал не менее 50 голов в течение 6 сезонов подряд с 2010 по 2016 год. И в конечном итоге уверенно обогнал Рауля Гонсалеса, став лучшим бомбардиром Лос-Бланкос за всю историю, забивший 311 голов. Первое место. Эрлинг Холланд. Эрлинга Холланда по праву можно называть величайшим бомбардиром всех времен, который бросает вызов законам и условиям футбола, подписав контракт за 51 миллион фунтов стерлингов в 2002 году с Манчестер Сити. В своем первом дебютном матче Премьер Лиги против Вестхэма забил 2 гола. Это было лишь начало головокружительной кампании, где Эрлинг не останавливался. Помните, в сезоне 23-24 норвежец забил 38 голов и завоевал трэбл. Холланд забил свою сотню голов за Сити в начале своего третьего сезона в клубе, забив гол ворота Арсенала. Эрлинг Холланд забил 100 голов в 105 играх, а ему всего 24 года. Этот парень полон сил и энергии и не собирается останавливаться.